Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Сегодня 23 февраля, день рождения Красной Армии. Именно 100 лет назад, ровно 100 лет назад, 23 февраля 1922 году, сегодня ровно 100 лет, образовалась Советская Армия. В связи с этим, это знаменитая дата, 100 лет ровно. Когда-то мы отмечали этот праздник с советским народом, а сейчас нас разделили, у каждого народа свой праздник. Когда советский народ стреляет друг в друга, это и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Донецке, и в Луганске, и в других территориях. Очень больно, конечно, на это смотреть, и с обоих сторон погибают, умирают люди, молодые, молодые люди, ни в чем не повинны. По вине политиков, кстати, по вине плохих политиков. Войну, я всегда говорил, войну устраивают плохие политики. Один из политиков глухой, второй немой. Вот один никому не говорит не может, второй слушает не хочет. Вот в связи с этим и получается война. Сейчас мы видим, как погибают люди в Донбассе, Донецке, Луганске. Я слушал вступление Путина 21-го числа, 21-го, два дня назад, полночи. Больно было, плохо было слышно. Как он обзывал, обвинил советских вождей, обвинил Советский Союз во всех наших бедах и так далее, и так далее. После выступления Владимира Владимировича, я, если честно, полностью, 100% точности, наоборот, которые говорил про Украину, это все касается России. Им за счет коррупции, им за счет национализма и так далее, и так далее, обвиняют Украину. Я не защищаю Украину, Украине своей защитники хватает. Дело в том, что, когда разрушали памятник Ленина, Сталина, Украину, именно Владимир Владимирович Путин говорит об этом, а не говорит, почему в России-то развалили, ломали памятник Ленину, Сталину, до сих пор нет. Где, покажите мне памятник Ленина. Поэтому мы, когда говорим о украинских националистах, надо говорить еще о русских националистах, которые развалили страну и до сих пор продолжают развалить. Именно благодаря советскому народу были строены вот эти заводы-фабрики. Путин говорит об Украине, что там нет завод-фабрики, ничего не производит, там коррупция и так далее, и так далее. Это все, еще раз повторюсь, точности. Наоборот, это как раз касается России. Нам каждый день по телевизору говорят 24 часа в сутки, какая там коррупция, какая там националисты, какие там фашисты и так далее, и так далее. У нас такая же ситуация в России. Поэтому говорить об Украине, отвлекать людей от своей проблемы и так далее, и так далее, это недопустимо. Поэтому еще раз поздравляю вас с Днем Советской Армии, с Днем Защиты Отечества. Для нас, для коммунистов, советский народ всегда более единый и остается. Для нас Украина, Грузия, там и другие страны Советского Союза до сих пор остаются братскими, братскими народами, братскими странами. Поздравляю всех с праздником. Спасибо. Продолжение следует...